Друзья, снова всем привет! Сегодня запишу для вас видеоролик о том, как перевести деньги с мобильного номера МТС на карту Сбербанка. Либо же можно эти деньги переводить на другой банк в России, но в этом видео покажу, как это сделать на Сбер. Я думаю, если вы будете вводить реквизиты другого банка, то у вас получится все то же самое, как и у меня сейчас. Для этого что вам нужно сделать? Если вы не зарегистрированы на сайте МТС, вам нужно зарегистрироваться, пройти регистрацию. Ссылочку оставляю в описании, для того, чтобы создать личный кабинет. Посмотрите в описании под видео, либо в первом закрепленном комментарии. Перейдете по этой ссылочке и создадите кабинет. Это я сейчас рассказываю для компьютерной версии, то есть как это сделать через компьютер или ноутбук. В следующем видео я расскажу, как это сделать через смартфон. Поэтому скоро этот видос будет опубликован. Итак, открываете любой свой браузер. У меня допустим Chrome. Переходите по этой ссылке в описании и создаете личный кабинет. Как его создать? Вводите свой номер телефона МТС. Дальше там будет регистрация, введете свой номер, вам поступит пароль, какой для входа в ваш личный кабинет. Этот пароль сохраните у себя для дальнейших вхождений в свой личный кабинет. Все, набираете этот пароль, входите в личный кабинет. Вам там придут какие-то подтверждающие смс, в общем вы разберетесь. Дальше, когда вы зарегистрируете кабинет, у вас появится вот такая вот страница. Вот собственно у меня сейчас насобирались деньги на моем номере. Мне столько денег много не нужно. У меня 4 426 рублей. Я хочу какую-то часть вывезти. Оставить примерно соточку, остальную все вывезти и обналичить потом через банкомат Сбербанка. В общем, сейчас я нахожусь на стартовой странице. И вы сейчас находитесь на стартовой странице. Дальше. Посмотрите внимательно. В правом верхнем углу есть вот набор, такой квадратик из точек состоящий. Вот, нажимаете на него. Открывается меню. Теперь, значит, в этом меню выбираем раздел МТС деньги. Нажимаем. Открывается отдельная страница сайта МТС. Она независимая от вашего личного кабинета. Здесь нажимаем кнопочку войти. Теперь нужно опять свой номер телефона ввести, для того, чтобы подтвердить вход. Вам придет смс-сообщение. Значит, я ввел свой номер телефона. Мне поступил одноразовый код в смс-сообщение. Я его ввел. Дальше меня перебросило на сайт МТС деньги. То есть, я выполнил вход. Все ок. Возможно, у вас не будет этих смс-сообщений. Условия у них всегда по-разному. Но суть одна. Вам нужно посетить вот эту страницу. МТС деньги. Значит, в правом верхнем углу вы видите сейчас свой номер. Это означает, чтобы у себя в кабинете и баланс вашего номера. Если все ок, все совпадает, значит, вы в своем кабинете все отлично. Теперь, вот здесь вот, значит, есть раздел, где перевести деньги. Вот. Перевести деньги и варианты перевода. На телефон, на кошелек, на карту. Давайте сдвинем еще. На свой счет. Нас сейчас интересует вариант перевода на карту. Выбираем карту. Теперь, здесь, в этом поле, вводите номер карты. Так, вставил номер карты. Заранее где-то, либо скопируйте в текстовом блокнотике, сохраните этот номер карты, просто возьмите, скопируйте и вставьте. Либо возьмите карту и перепишите. Теперь здесь вот внимательно. Есть сумма перевода раздел. Значит, мне нужно перевести так, чтобы была учтена комиссия. То есть, здесь комиссия за перевод идет. Сколько процентов? Я высчитывать не буду, но сам факт, то что процент берется за эту услугу, за бесплатно, вам никто ничего делать не будет. МТС берет за это комиссию, за свою работу. Для того, чтобы вы перевели денежку и потом в дальнейшем уже пользовались деньгами вашими. Так, у меня на карте 4 426 рублей. Вот, на сим-карточке. Значит, я примерно сейчас буду, давайте вобью сумму, к примеру, 4 300. Значит, мне нужно оставить на карте чуть-чуть больше. Давайте 4 200. Вот так вот. И вот отображается сумма. Значит, 4 200 я хочу перевести. Сумма платежа общая составит 4 279 80. Все, в принципе. Больше ничего не нужно. Значит, теперь нажимаю кнопочку перевести. Для чего я оставляю деньги? Для того, чтобы на номере сохранялась какая-то сумма, чтобы номер не ушел в блокировку, чтобы он не автоматически не заблокировался. Все, сейчас я ожидаю смс-сообщения, которое поступит на вот этот вот телефон, на вот этот вот номер, с которого я хочу перевести деньги. Итак, смс-ка пришла. Ввел я одноразовый код, который поступил в сообщение. Все, как вы видите, значит, после ввода кода появилось сообщение о том, что оплачено. То есть, поздравляем, ваш перевод прошел успешно. Сейчас зайдем в Сбербанк, в личный кабинет, и вместе с вами проверим, пришел перевод или не пришел. Нахожусь я в своем личном кабинете Сбербанк Онлайн, и как вы видите, вот он входящий перевод. МТС Банк плюс 4 200. То есть, ту сумму, которую я заказывал, мне эта сумма и пришла. Но МТС взял себе комиссию. В общем, вот такой вот вариант перевода. Теперь вы знаете, как перевести деньги с МТС, с личного кабинета, на свою карту Сбербанка. Это через компьютерную версию. Сейчас вам кое-что покажу. Значит, заходим на мой канал. Ссылку оставлю эту в описании. Здесь у меня уже есть видеоролик, но записанный в 2020 году. Обналичка денег с номера телефона МТС на карту Сбербанка через смартфон. Значит, возможно, этот ролик актуальный на этот год. Поэтому ссылку прикреплю, вы его посмотрите. Но завтра я сниму видеоролик и опубликую именно, как обстоят дела в 2021 году. Возможно, как-то изменился дизайн. Возможно, как-то по-другому осуществляется уже процесс перекидывания денег с номера МТС на карту Сбербанка. Поэтому завтра этот будет видос. Нужно обновить информацию. Возможно, какие-то изменились и появились у них другие условия. Надеюсь, все всем доступно и понятно объяснил в этом видеоролике. Если вы впервые на моем видеоканале оформляете подписку. Канал «Компьютерная телефонная тематика». Если у вас что-то происходит с телефоном, начал тормозить, вы не знаете, где скачать прошивку, пишите мне в комментариях под видео, либо в мою группу ВКонтакте. Если у вас что-то происходит с ноутбуком, как-то он стал подозрительно работать, опишите всю ситуацию подробно. Я вам подскажу и расскажу, как вам действовать в дальнейшем. А также на канале различные вопросы по социальным сетям, по обналичиванию денег и т.д. Поэтому не мешает вам оформить подписочку. Как говорится, мои советы вам всегда пригодятся. Если вдруг вы не сможете сделать, допустим, ту или иную операцию какую-то, вы не сможете сделать, всегда пишите мне в комментариях. Я вам чем смогу, тем помогу. На этом все, ребята. Вот такой вот лайфхак перевода денег с номера МТС на карту банка в России. Поэтому пользуйтесь, все у вас получится. Еще такой момент. Иногда происходят задержки какие-то. У меня, по-моему, за все время переводов, по-моему, один раз что-то МТС затупил. Как бы денежка шла там в течение часа примерно. Это, наверное, была максимальная задержка по переводу. А так в основном все происходит мгновенно. То есть отправили, заходите в свой личный кабинет с Берой, деньги уже там. Поэтому бывает и такое, но если какие-то у вас произведут ситуации, к примеру, да, вы всегда должны обращаться в службу поддержки МТС для решения своих вопросов. Все, ребята, всем спасибо. До новых встреч. Пока.